Харе Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, примите наши смиренные поклоны с Матаджасати, вся слава Шили Пракупади. Сегодня мы с вами продолжаем читать Шримад Бхагаватам. У нас первая песня, 11 глава, стихи 18 и 19. Итак, стих 18. ПОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД ВАРАНА ИНДРАМ, слоны как символы удачи, ПУРАСКРИТЬЯ, поставленные впереди, БРАХМАНАИХИ, БРАХМАНАМИ, САСУМАНГАЛАИХИ, с благоприятными символами, ШАНКХА, раковина, ТУРЬЯ, рок, НИНАДИНА, звуками, БРАХМАГОШИНА, воспеванием ведических гимнов, ЧАИ, АДРИТАХА, прославляемого, ПРАТИ, в направлении, УДЖГАГМУХ, быстро двигались, РАТХАИХИ, на колесницах, ХРИШТАХА, радостно, ПРАНАЯГАТА, исполненные любви, САДХВАСАХА, почтительно. Перевод. Вместе с брахманами, несшими цветы, они на колесницах поспешили навстречу Господу. Перед ними шли слоны, символы удачи. Повсюду были слышны звуки раковин и рогов, звучали ведические гимны. Так они выражали свое исполненное любви, почтение. Комментарии. Ведические ритуалы, которыми встречают великого человека, создают атмосферу почтения, которая пронизана любовью и благоговением. Благоприятная атмосфера такой встречи зависит от перечисленных выше атрибутов, в том числе раковин, цветов, благовоний, украшенных слонов и опытных брахманов, декламирующих стихи из ведических писаний. Такая встреча исполнена искренности, как со стороны встречающих, так и со стороны того, кого встречают. И стих девятнадцатый. Варамукхьях, известные проститутки. Перевод. Перевод. Одновременно с нот незнаменитых куртизанок тоже направились туда в своих экипажах. Они горели желанием увидеть Господа. Их прекрасные лица украшали блестящие серьги, подчеркивавшие красоту их чела. Комментарий. Можно терпимо относиться даже к проституткам, если они преданные Господа. Даже в наши дни в больших городах Индии многие проститутки искренне преданные Господа. По воле случая человек бывает вынужден заниматься делом, не пользующимся уважением в обществе. Но это не может быть препятствием на пути преданного служения Господу. Из этого стиха следует, что даже в те дни, около пяти тысяч лет назад, в таком городе, как Дварака, где жил Господь Кришна, имелись проститутки. Это означает, что проститутки необходимы в обществе для поддержания в нем должного порядка. Правительство открывает винные магазины. Но это не означает, что оно поощряет пьянство. Дело в том, что существует категория людей, которые будут пьянствовать несмотря ни на что. И опыт показывает, что в больших городах сухой закон только поощряет контрабандную торговлю спиртными напитками. Подобные уступки нужны и для тех, кто не удовлетворен в семье, так как если нет проституток, такие низкие люди будут втягивать в проституцию других. Лучше, чтобы проститутки были доступным товаром. Так будет поддерживаться чистота общества. И лучше содержать сословия проституток, чем поощрять проституцию в самом обществе. По-настоящему исправить людей можно только тогда, когда они получат знания и станут преданными Господа. И это устранит все факторы, ухудшающие жизнь. Шри Билвамангала Токур, великий очарья из Вайшнавской школы Вишнусвами, жил как домохозяин. Он был очень привязан к одной проститутке, которая оказалась преданной Господа. Однажды ночью, во время грозы, Токур под проливным дождем пришел в дом Чентамани. Ее поразило, что он пришел к ней в такую ужасную ночь, переправившись через бурную реку. Она сказала Билвамангале Токуру, что его влечение к плоти такой ничтожной женщины, как она, использовалось бы по назначению, если бы было направлено на преданное служение Господу, чтобы трансцендентная красота Господа стала привлекательной для него. Этот случай стал поворотным в судьбе Токуры. Благодаря словам проститутки, он встал на путь духовного самоосознания. Впоследствии Токур признал ее своим духовным учителем, и в нескольких местах в своих литературных произведениях прославил Чентамани, указавшую ему истинный путь. В Бхагаваддите 9.32 Господь говорит, «О сын предхи, даже нескорожденные чандалы и те, кто родился в семьях неверующих, и даже проститутки достигнут совершенства жизни, если найдут в себе прибежище в беспримесном преданном служении мне, ибо преданному служению не препятствует ни низкое происхождение, ни род занятий. Этот путь открыт каждому, кто согласен следовать по нему». Ясно, что проститутки-двараки, горевшие желанием встретить Господа, были его беспримесными преданными, и потому шли путем освобождения, как говорится в этом стихе Бхагавадгиты. Следовательно, единственное преобразование, которое необходимо провести в обществе, это направить организованные усилия на то, чтобы превратить граждан в преданных Господа. И благодаря этому у них сами собой проявятся все положительные качества небожителей. Непреданные же вообще не обладают никакими положительными качествами, какого бы материального прогресса они не достигли. Разница между ними в том, что преданные следуют путем освобождения, а не преданные путем, на котором они еще больше запутываются в сетях материального рабства. Критерии прогресса цивилизации – это то, насколько образованы люди и идут ли они по пути спасения. Вместе с браманами, несшими цветы, они на колесницах поспешили навстречу Господу. Перед ними шли слоны – символы удачи. Повсюду были слышны звуки раковин и рогов, звучали ведические гимны, так они выражали свое исполненное любви почтение. И девятнадцатый стих. Одновременно сотни знаменитых куртизанок тоже направились туда в своих экипажах. Они горели желанием увидеть Господа. Их прекрасные лица украшали блестящие серьги, подчеркивавшиеся красоту их чела. О, Магьяна, Тимиранда, Сьягьянам, Джана, Шалакая, Чакшурун, Милитам, Ена, Тасмай, Шри, Гураве, Намаха. Шри Чайтаньям, Анобиштам, Стапитам, Ена, Бутале, Сваям, Рупака, Дамахям, Дадати, Сва, Падантикам. Ванчакал, Патарубьяшча, Крипасиндубья, Эвача, Патитанам, Паване, Пхе, Вайшнаве, Пхе, Намо, Намаха. Джайши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Вассади, Гора, Бхактавринда. Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Намам Вишну падая, Кришна приштая, Бутале, Шримати Бхактивиданта, Свамины Тинамине. Намасте, Сарасвати, Дэви, Гауравани, Прачарине, Нирвишэ, Шашуньявади, Пашчатья, Дэшатарине. Итак, удивительные стихи. Предыдущий стих, 18, является продолжением 17 стиха. Давайте мы его вспомним. В 16 и 17 стихах, которые идут вместе, Матаджи и Катма Сундари в прошлый раз нам рассказала все истории всех личностей, которые в них описаны. Это были Васудева, Акрура, Уграсена, Баларама, Прадьюмна, Чарудешна и сам ваш сын Джамбавати. Все они переполненные счастьем повскакивали со своих мест, прервав кто трапезу, кто отдых. Почему они так поспешили и все прервали? Потому что узнали, что их дорогой Кришна приближается к Двара Катхаме. И в сегодняшнем 18 стихе мы читаем, как они поспешили навстречу Господу. Они шли вместе с брахманами на колесницах, они побежали, поспешили к нему. И перед ними шли слоны, которые являются символами удачи. И повсюду были слышны звуки раковин, рогов, ведические гимны, которые пели брахманы. И что происходило, так выражалось исполненное любви, почтение этих личностей Господу Кришне. Обратите внимание, исполненное любви, почтение. Мы с вами в Двараке, сейчас мысленно. Мы не во Вриндаване. Во Вриндаване почтение Кришне практически не испытывает никто, если это не Дасья Раса. То есть слуги Кришны, они по своей природе почтительны к своему Господину, но это свойства их расы. Все остальные, они относятся к Кришне совсем по-другому. Матушка Ешода и Нанда Махарадж могут наказать Кришну, особенно Матушка Ешода. Нанда Махарадж славится своей снисходительностью. И он прощает шалости своего сына. Но Матушка Ешода стремится воспитать из него достойную личность. Поэтому, когда он переходит все границы в своих шалостях, она берет веревку и привязывает его к ступе, несмотря на то, что это верховная личность Бога. В своей книге Дамодара Джанани Шрила Шаварама Махарадж описывает эту историю в художественном стиле, очень красивым языком. И там есть одна сцена, где Матушка Ешода уже устала связывать Господа, своего сердца, своего шаловливого сынишку. И веревки все не кончаются, их по-прежнему мало. И соседки, ее подруги, они ей уже сочувственно говорят, ну, может быть, он все-таки сам Нарайана. Ведь Гаргамуни же говорил, что он будет равен Нарайане. Ну, подумай, у него есть какие-то мистические способности. Ты начала связывать его, еще было раннее утро, сейчас уже дело клонится к пяти вечера. Никто не ел, никто не пил. Если мы помним, Кришна с утра не позавтракал как следует, он остался голодным. И вот эта вся Лила разыгралась. И, в общем-то, как как-то сказал Шаварама Махарадж, если бы в те времена существовала ювенальная юстиция, то Матушке Ешоде пришлось бы очень плохо. Вот у нее могли бы отобрать ребенка за то, что она над ним издевается. И когда соседки так говорили, Матушке Ешоде, она говорила, да, ну что ж, если мой сын Верховный Господь, значит, будем связывать Верховного Господа. Это настроение Матушки Ешоды. И настроение его друзей-пастушков, когда они побеждают его в каких-то играх, и он вынужден носить их на своих плечах. Или настроение Гопи, когда они упрекают его за то, что он допустил какие-то промахи в своих отношениях с ними. Этих промахов у Кришны достаточно. Эти отношения любовной преданности запредельны нашему сознанию. И они говорят о том, что для жителей Вриндавана Кришна, он самый дорогой их, друг, сын, возлюбленный, господин для его слуг. Но все эти отношения, они лишены того благоговения и почтения, которое появляется в Матхуре и в Двараке. И здесь мы с вами видим почтение, не любовь, исполненное почтение, а почтение, исполненное любви. Почтение главнее, почтение важнее, но любовное. И этим проникнуты отношения всех жителей Двараки, всех родственников Кришны, рода Яду, с которыми он жил в Двараке много-много лет после того, как уехал из Вриндавана и потом достаточно скоро покинул Матхуру из-за нападения Джарасандхи. И не то, что он боялся нападения Джарасандхи, а то, что он понимал, его дорогие преданные, его родные, которые живут вместе с ним в Матхуре, они очень сильно беспокоятся от всех этих нападений. Поэтому появилась Дварака как остров в море, достаточно далеко от всех этих мятежных провинций и мятежных демонических царей. Хотя и там, в принципе, их доставали. Но вот после долгого отсутствия Кришна возвращается в Двараку, и мы видим, как его приветствуют, с какой любовью и почтением, с каким благоговением приветствуют его все Яду. Потому что здесь, в этих стихах, в 16, 17 и 18 говорится о его родственниках. Васудева его отец, Акрура, дядя по матери. Там также речь идет о Балараме, его братья, и о его сыновьях. Когда мы начинаем читать третью песню Шрибанбагова, там первая история, это встреча Видуры и Удхавы в лесу, когда Господь Кришна уже покинул эту землю, вернулся домой в духовный мир. И Удава и Видура встречаются. Видура начинает расспрашивать Удаву, потому что Удава был практически последним, кто видел Кришну и получал его наставление. Кришну, который он должен был потом принести в Бадарикашрам, в Ясадеве, и великим мудрецам, и чтобы они остались на всю Калиюгу руководством для нас, бедных и несчастных жителей Калиюги. И там очень интересные вещи говорятся о том, что Ядовы на самом деле были не так удачливы. Почему? Потому что, живя рядом с Кришной, много-много лет в Двараке, они видели в нём только Параматму. То есть они видели Его как Господа, сверхдушу во всех живых существах и во всём живом. Они не воспринимали Его как Багавана, который полон всех достояний и который может вступать со своими преданными в самые разные отношения. Нет, для них Кришна оставался сверхдушой всего сущего. И поэтому их отношение к Нему было благоговейным, почтительным, но исполненным любви, потому что они любили Его. Они любили Его как душу своей души. Они любили Его как своего родственника. И это очень высокие отношения. Не надо недооценивать их. Иногда мы с пренебрежением говорим о Вайкунтхе, что там вот тоже Айшвария, там тишь гладь Божья благодать, там нет таких бурь эмоций, которые есть, наголоки в риндаване. Вы знаете, вы ещё попробуйте, заслужите ту прему, то состояние сознания, которое может привести вас на Вайкунтху. Вы думаете, это так легко и просто? Для того, чтобы попасть на Вайкунтху, нужна према. Когда Гоб Кумар путешествовал по всем слоям Вселенной, начиная с материальной Вселенной, потом он добрался до Брахмаджьоти уже, он вышел за пределы оболочек Вселенных. Знаете, там очень красиво описывается в Брихад-Бхагаватабрите, каждая оболочка Вселенной, она оказывается населена. Они не пустые. Оболочки земли, воды, воздуха, ума, разума, ложного эго, всё, что опутывает нашу Вселенную, и каждая оболочка в 10, следующая в 10 раз больше предыдущей, они все населены. У них есть управляющие боженства. И Гоб Кумар прошёл через всё это. Но когда он дошёл до Брахмаджьоти, уже был практически на пороге Вайкунтхи. Вайкунтхадуты сказали ему, «Дальше ты не пройдёшь». Почему? Потому что в твоём повторении мантры нет любви. Только когда ты обретёшь любовь, ты сможешь пройти дальше, в духовный мир. В твоей мантре должна появиться любовь. И как её обрести? Они сказали удивительный рецепт. «Возвращайся на Говардхан». Туда, откуда ты начал своё путешествие на самом деле. Слушай Шриман Бхагаватам в обществе чистых преданных. И так ты обретёшь ту любовь, которая позволит тебе вместе с мантрой, то есть наполнит твою мантру той силой, которая позволит тебе пройти дальше. Поэтому, дорогие преданные, не случайно все ачарьи, все духовные учителя Ишила Прабхупада, и его ученики, и ученики его учеников говорят нам, «Читайте Шриман Бхагаватам». Не просто читайте, проживайте Шриман Бхагаватам. И тогда вы будете чувствовать и разницу во вкусах, в расах, в отношениях с Господом. И вы почувствуете привлекательность Господа, если вы будете с открытым сердцем читать и слушать Шриман Бхагаватам, размышлять над ним, применять к себе те молитвы, те ситуации, о которых вы читаете на страницах Бхагаватам. Тогда, если делать это постоянно, изо дня в день, год за годом, читая песнь за песню, по кругу, не останавливаясь, наше сердце постепенно и, может быть, даже незаметно для нас, но заметно для окружающих, меняется. Итак, это был стих 18. И здесь речь идет еще и о ритуалах, которыми встречают великого человека. И для нас это достаточно странно, потому что в Кали-Югу все ритуалы настолько упрощаются, что от них практически ничего не остается. Ну, пожали друг другу руки, ну, друзья хлопнули друг друга по плечу или обнялись, вот и весь ритуал. Но тут ведические гимны, брахманы, самые чистые люди в городе, в том месте, где проходит этот ритуал. И цветы, подношения, поклонения, определенные ритуалы поклонения, мы знаем, великому человеку совершается арати, то есть ему подносятся и благовония, и зажженный огонь в лампаде, и цветы, и так далее. Много чего. Могут дариться новые одежды, предметы, утвари, обихода. Это все выражает наше почтение. И если в Кали-Югу это очень лицемерная вещь может быть, потому что мы не испытываем тех чувств, которые нарисованы у нас на лице, то во встрече Господа Кришны в Двараке никакого лицемерия не было. Эта встреча была исполнена искренности, как со стороны встречающих, так и со стороны того, кого встречают. Потому что это относится даже не только к Господу Кришне. Его любили все. Кришна, Он все привлекающий Господь. Поэтому умы и сердца всех людей, которые встречали Его и жили рядом с Ним, они были устремлены к Нему. Они были сосредоточены на Нем. И мы читаем в этих стихах, что когда Его не было с Ними, жизнь покидала их. Они двигались механически, они выполняли какие-то свои обязанности, но они жили как мертвые. Потому что прана-надха, прана, господин их праны, жизнь их жизни, он отсутствовал. Но когда он возвращался, возвращалась жизнь в их сердца, возвращалась жизнь в их тела. И это было очень искренне, это было по-честному. Что может быть далеко не всегда знакомо людям Калиюги. Ну что поделаешь, все деградирует. Девятнадцатый стих непростой. Девятнадцатый стих говорит нам о сословии женщин, которые мы не ожидали бы увидеть в стенах двораки. То есть речь идет о куртизанках, причем сотни знаменитых куртизанок. И они тоже горели желанием увидеть Господа. И Шиллапраппупада дает удивительный комментарий. Он говорит, что даже в наше время многие женщины этого неблагочестивого поведения в Индии искренне преданные Господа. По воле случая, по своей тяжелой карме, человек бывает вынужден заниматься делом, которое не пользуется уважением в обществе, говорит он в своем комментарии. Но это не может быть препятствием на пути преданного служения Господу. Обратите внимание, человек любого сословия, занимающийся самой неблаговидной деятельностью, может стать преданным Господу. Почему? Потому что бхакти, она зависит только от бхакти. Она не зависит ни от кармы, ни от гьяны, ни от йоги, ни от каких материальных способностей человека способность его заниматься бхакти не зависит. Потому что это саната надхарма, это вечная природа живого существа служить своему возлюбленному Господу. И когда мы слышим с вами, что там женщины не могут достичь совершенства в жизни, если они не выйдут замуж, или если они не настолько преданы своим мужьям, как это может быть, или что женщина не может прийти в этой жизни к Богу, она должна родиться в мужском теле. Вы знаете, столько предрассудков на эту тему. Слава Богу, в последнее время я их, как минимум я, слышу их гораздо меньше. Но это действительно предрассудки, и это непонимание татвы, это непонимание философии. Шила Прапупада здесь ссылается на стих 9-32, в Бхагавадгите, причем если вы заглянете в саму Бхагавадгиту, вы увидите немного другой перевод, он такой более нейтральный, то есть там даже люди низкого происхождения, женщины Вайши и Шудры могут достичь Господа. Вот здесь конкретно Шила Прапупада дает такой более жесткий перевод, говорит, что не просто там рабочие Шудры, говорит о чиндалах, и не просто женщины, он говорит о низкорожденных женщинах, занимающихся низкими вещами, все они могут прийти к Господу. В этой связи вспоминается история Пингалы. это проститутка, жизнь которой описывает Аватхута Браман в 11 песне Шиманбага, посвящена 8 глава. Она тоже занималась этим неблаговидным делом, и когда она так пыталась привлечь клиентов, а никто не привлекался, а ей хотелось и денег, каких-то чувственных наслаждений, и когда она так, ну, наверное, там где-то с полудня до полуночи она вот безуспешно пыталась кого-то привлечь, в конце концов в ее сердце поселилась отрешенность. Страдание, то, когда у нас не получается что-то, что мы очень сильно хотели достичь, или что мы задумывали, это бывает вызывает в нас раздражение, но это также может вызвать в нас и отрешенность, то есть мы понимаем, что мы тратим свои усилия совсем не туда, куда надо, что лучше бы мы их потратили на другие вещи. И Пингала, она была ведической женщиной легкого поведения. Я просто прочитаю вам ту песнь, которую пропела Пингала, когда дело подошло к полуночи, и она поняла, что ничего в ее жизни уже хорошего не будет. Что она поет? Только посмотрите, в какой чудовищной иллюзии я нахожусь. Не в силах совладать с умом, я как дура желаю наслаждаться близостью с каким-то ничтожным мужчиной. Это 11.8.30, есть стихи дальше. Я так глупа, что прекратила служить самому близкому и дорогому существу, всегда пребывающему в моем сердце. Это существо Господь Вселенной, дарующий нам настоящую любовь и счастье. Господь источник всех богатств. И хотя Он пребывает в моем сердце, я не обращала на Него никакого внимания. Вместо этого я по невежеству своему ублажала ничтожных мужчин, которые никогда не могли удовлетворить мои истинные желания и приносили мне лишь беды, страх, тревоги, скорбь и иллюзию. 32 стих. О, как бессмысленно я мучила собственную душу. Какие замечательные слова. О, как бессмысленно я мучила собственную душу. Я продавала свое тело похотливым жадным мужчинам, которых только можно пожалеть, занимаясь самым отвратительным делом. Я надеялась заработать денег и получить удовольствие. И дальше тут еще много стихов, в которых она раскаивается в своей жизни. И она говорит, хотя я всеми силами стремилась наслаждаться материальным миром, каким-то чудом в моем сердце возникла отрешенность. И это принесло мне необычайное счастье. Должно быть, верховная личность Бога, Вишну, доволен мной. Сама того не ведая, я сделала для него что-то приятное. Это пример и для нас, когда мы обретаем в сердце какое-то беспричинное счастье, значит, как-то мы удовлетворили верховного Господа. у нас сегодня была намахата и одна матаджи рассказывала, как она возвращалась из храма с субботней программы, очень поздно уже домой, был 10-й час вечера, время близилось к 10-ти, народу на улице почти не было и вдруг она видит, идет какая-то старушка, еле-еле, и у нее еще небольшая сумочка на колесиках, в ней какие-то продукты лежат, хотя это легкая сумка, но для нее эта сумочка практически неподъемная, она видит, что старушка еле передвигает ноги, и с одной стороны матаджи бежит домой, у нее дома еще дела, и она видит эту старушку, и она понимает, я не могу пройти мимо нее, она говорит, бабушка, куда вам, давайте я вам помогу, и эта бабушка, она за нее цепляется, и правда, она еле-еле переставляет ноги, и там идти, еще идти, и она понимает, и эта матаджи понимает, что надо поймать машину, потому что бабушка сейчас просто рухнет, она еле идет, оставим за скобками, почему она в такой поздний час оказалась на улице, там были свои причины, каким-то чудом, эта матаджи находит машину, когда там пустынный район, но машина находится, и этот парень, который сидит за рулем, он соглашается довезти бабушку, и там они за несколько минут довозят ее до ее дома, доводят ее до квартиры, не заходят в квартиру, чтобы, не дай бог, потом родственники не подумали, что они хотели у нее что-то украсть, еще она ей просад отдает из храма, вот, и убегает к себе домой, и говорит, я испытываю в душе абсолютно необъяснимое счастье, она говорит, вроде бы, ну просто бабульку довела до дома, непонятно какую бабульку, вот, и у меня еще там джапы несколько кругов осталось на вечер, и она говорит, еще тут джапу надо дочитывать, и вставать завтра рано, а в душе необъяснимое счастье, это вот про это, это то, что Господь был доволен, чтобы мы помогли человеку и накормили его просадом, и вот здесь вот Пингала, она и говорит об этом, что непонятно чем, но похоже я чем-то удовлетворила Господу, потому что я чувствую это умиротворение и покой, и при исполнившись решимости, Пингала отбросила свое греховное желание наслаждаться близостью с любовниками, и стала абсолютно умиротворенной, она села на свою кровать и решила, что материальные желания источник величайших несчастий, а свобода от материальных желаний причина величайшего счастья, искоренив в себе это желание наслаждаться обществом мужчин, Пингала стала очень счастливой. вот вот такие женщины легкого поведения были в ведические времена и здесь описывается в комментарии другая история, очень известная история Белван Мангала Такура Шила Пракупада описывает ее достаточно подробно единственные нюансы хочется сюда добавить, что когда разразилась вот эта гроза и весь этот день был такой знаковый для него на самом деле это был день, когда он хоронил своего отца а сыну похоронить своего отца это такой серьезный ритуал в индийском обществе до сих пор то есть и он старался его выполнить как можно можно быстрее потому что он торопился к своей любимой женщине и потом когда этот ритуал закончился все-таки он уже побежал разразилась эта страшная гроза но все люди в это время сидят по домам это его не остановило и как он переправлялся через реку по одним сведениям он схватился потому что река она стала очень бурной по одним сведениям он переправился через нее держась за труп он просто даже не заметил что это труп по другим сведениям что это вроде бы был какой-то сытый крокодил и он переплыл эту бурную реку вот с его помощью и потом ворота дома и вот этого двора Чинтамани они были закрыты на запор она не ждала его в этот вечер она подумала что ну какой разумный человек в такую непогоду отправиться на свидание к ней к продажной женщине и поскольку он стучал а за шумом дождя этого стука не было слышно он тогда бродил вокруг этого забора и он увидел вроде бы какую-то свисающую лиану он схватился за нее забрался на забор перепрыгнул на ту сторону забора но это была змея а не просто лиана по какой причине она его не укусила ну наверное параматма подсказывала что впереди у белого мангала такура все-таки хорошее будущее вот и когда Чинтама не увидела его ты зачем пришел если бы ты так стремился к Богу как ты стремишься ко мне и эти слова его просто отрезвили он развернулся и пошел во Вриндаван бросит все сразу но глаза его они все равно видели прекрасные женские формы и когда он остановился на ночлег у одного брамана и увидел его жену и захотел насладиться ею он настолько разгневался на себя что он попросил у этой женщины шпильки для волос и выколол этими шпильками свои глаза он ослеп мы не советуем никому совершать такую процедуру над собой мы не билого мангала такура мы это не выдержим но это показательно и он слепой дошел до Вриндавана и во Вриндаване он обрел прибежище Кришны сам Кришна приносил ему молоко потому что он был беспомощен Биловамалганар такура был беспомощен и Кришна Карнамри это его знаменитое произведение оно описывает эти отношения с Кришной ты конечно шаловливый мальчишка ты можешь вырваться из моих рук но как ты можешь вырваться из моего сердца ты никогда оттуда не вырвешься стихи из Кришна Карнамриты до сих пор цитируют возвышенные преданные и эти стихи питают их любовь к Кришне вот такая история произошла и эта проститутка Чинтамани она действительно прославляется как как голос гуру говорят Ачарьи что так гуру Билламангала Такура проявился через нее чтобы наставить своего ученика на путь истины такое тоже бывает и вернемся к комментарию почему же все таки в Двараке были женщины легкого поведения Шила Прабхупада объясняет что они необходимы для поддержания должного порядка потому что неблагочестивые мужчины были есть и будут они были даже во времена Кришны помним что на дворе был конец два пара-юги это время перед приходом кали-юги и население оно уже было ну достаточно греховно эти тенденции в обществе наблюдались и хотя это не поощрялось то есть это не было повсеместно как сейчас но нравы настолько упростились даже за время моей жизни я вижу то что было постыдным 40 50 лет назад то есть если женщина рожала и у нее не было мужа законного это считалось очень стыдно в обществе это было просто ну неприлично и я знаю случаи на своем веку увидела как родители они выгоняли свою дочь с позором из дома за это потому что это было очень позорно сейчас кого этим удивишь наоборот удивительно то что женщины в официальном браке рожают детей потому что чаще всего браки уже бывают неофициальными насколько нравы испортились но 5000 лет назад хотя это не было повсеместно но такие неблагочестивые мужчины они были и Шила Прокопада говорил что низкие люди они должны иметь возможность удовлетворять свои похотливые наклонности иначе они будут развращать благородных женщин и тут же Шила Прокопада говорит что по-настоящему исправить людей можно только тогда когда они получат знания и станут преданными Господа поскольку это устранит все факторы ухудшающие жизнь мы все знаем из седьмой песни Шримадбхагаватам историю прохлады Махараджа ей посвящена первая книга седьмой песни но мало кто внимательно читает вторую половину седьмой песни Шримадбхагаватам а там описывается беседа Махараджа Юдхиштхиры с Нарадой Муни об идеальном обществе то есть вторая часть седьмой песни Шримадбхагаватам описывает какими должны быть уклады какими должны быть варны и ашрамы обязанности добродетельных женщин идеальная семейная жизнь там даются наставления для цивилизованных людей то есть там описываются все ну моральные нормы и законы по которым должны жить люди в нашем обществе для того чтобы они жили счастливо и в конечном итоге вернулись к Богу и знаете что там написано для греха страшные вещи я не буду читать все для того чтобы вас не как сказать не сильно беспокоить но для греха помимо вот брахмачари саньяси вонопраст это те уклады которые не имеют отношения с женщинами вообще не должны иметь отношения с женщинами для вонопраст которые только что отдалились от отошли от активной семейной жизни какое-то время они могут жить со своей женой путешествуя по местам паломничества и живя уже с ней как с помощницей которая помогает просто вонопраст в его как сказать в его изучении писания в его служении Богу но это уже помощница а не жена как таковая которая призвана удовлетворять и наслаждать его чувства и в одиннадцатом стихе двенадцатой главы где говорится о четырех укладах духовной жизни Нарадамуни говорит Махараджи Тхиштхири что грехастхи с разрешения своего духовного учителя могут вступать в половые отношения в период благоприятной дезачатия то есть половая жизнь для грехастхи никогда не была бесконтрольной одиннадцатая песня Шримадбхагаватам говорит нам об этом прямо там есть пятая глава и в пятой главе тринадцатый стих у нас иногда спрашивают где регулирующие принципы прямо описываются в Шримадбхагаватам так вот одиннадцать пять тринадцать говорит нам согласно предписаниям вет вином освещенным в ходе жертвоприношения наслаждаются вдыхая его запах а не употребляя внутрь аналогичным образом веды допускают принесение в жертву животных однако нигде в ведических писаниях нет разрешения на повсеместное открытие скотобоин половые отношения также допустимы но только в законном религиозном браке с целью зачатия детей а не для того чтобы выжимать из тела как можно больше наслаждений к сожалению скудоумные материалисты не способны понять что все обязанности следует исполнять исключительно на духовном уровне то есть даже если люди живут семейной жизнью это не означает бесконтрольное наслаждение чувству и много стихов в седьмой песне Шриман Багава там как раз в 14-15 главе посвящены именно этой теме что даже если вы зарабатываете много денег это не для того чтобы вы их тратили на большее количество наслаждения чувству нет это для того чтобы вы больше жертвовали жертвовали на поклонение Господу на распространение сознания Кришны на то чтобы другие уклады могли тоже существовать безбедно потому что в ведическом обществе Брахмачарьевы Напраски и Саньяси не зарабатывали денег они жили на пожертвования на подаяние и Грихасхи это был тот класс который содержал все остальные уклады общества но при этом эти уклады общества то есть и Брахмачарьевы Напраски и Саньяси они давали благословение Грихастхам Аванапраски и Саньяси это бывшие Грихастхи как правило то есть они зарабатывали они кормили людей потом как минимум по закону кармы кто-то зарабатывает деньги и кормит их так было в ведическом обществе и нигде не говорилось о том что деньги или имущество или наши родные и близкие наши жены должны быть источником нашего бесконтрольного удовлетворения чувств никогда нигде в ведах это не поощряется и в Шримадбхагватах тем более потому что потому что там не место каким-то лжерелигиям каким-то предписанием в гуне благости или в страсти невежества нет это чистая беспримесная Пурана которая говорит о том каким образом мы можем прийти к чистому преданному служению Господу и стать наконец полностью счастливыми в этой жизни поэтому такие люди были есть и будут и будут благочестивые люди которые используют и свои богатства и все что у них есть в служении Господу и понимая что мне ничего не принадлежит то есть даже мои домочадцы это те которых доверил мне Господь для того чтобы я заботился о них а не для того чтобы наслаждал свои чувства потому что когда нам говорят что мы должны отказаться от материальной привязанности к жене к детям к дому к деньгам мы с вами понимаем так что это все надо бросить ну отказаться от материальной привязанности значит бросить нет не бросить служить и любить никто не запрещал но материальная привязанность означает что я использую эти объекты для наслаждения своих чувств вот в чем проблема так вот использовать их для своего наслаждения не надо а служить им а это значит равно любить их и служить им и служить им так чтобы Господь был доволен а вот это поощряется и если мы служим им так как Господь чтобы Господь был этим доволен то тогда Господь делится с нами своей радостью своим удовольствием от нашего служения и мы становимся очень-очень счастливыми как там Атаджа который мы сегодня вспоминали хотя она просто перевела старушку домой и угостила ее просадом Господь доволен и беспричинное счастье поселяется в моем сердце или это история Спинглой которую мы только что вспоминали которая тоже стала счастливой хотя она не ела не пила полностью разочаровалась в том что она не достигла никакого результата в своей деятельности она разочаралась в своей деятельности полностью но она стала счастливой почему потому что она поняла вместо того чтобы заниматься этим занятием мне надо служить Верховному Господу как же я мучила свою душу сказала она как же я истязала ее как же она моя душа страдала да это телесная концепция жизни пока еще остается я есть это тело и у меня есть душа но тем не менее это первый шаг который мы делаем я хочу служить Господу так вот когда мы используем то что у нас есть для служения Господу то что у нас и те кто у нас есть мы стараемся им служить чтобы Господь был доволен то есть мы связываем свою жизнь с Кришной вот тогда он довольный нами наделяет нас тем счастьем которое ни с чем не спутаешь и это основное послание этих стихов только служение Господу только знание которое поможет нам стать преданными Господа будет являться критерием прогресса цивилизации на этом Шила Прабхупада заканчивает свой удивительный комментарий и он говорит что преданные кем бы они ни были в них все равно со временем разовьются все хорошие качества почему потому что преданное служение очищает сердце живого существа как бы оно ни было обусловлено но если же человек не предан Господу то он не обладает никакими положительными качествами какого бы материального прогресса он не достиг и это для нас тоже такое спорное утверждение на первый взгляд потому что мы видим что бывает интеллигентные люди в обществе хотя их остается все меньше и меньше они обладают такими качествами привлекательными которых у преданных нет они могут быть воспитаны они могут быть вежливы культурные у них может быть красивая речь без слов паразитов и так далее они могут заботиться о благе ближнего о чем это говорит это говорит о хорошей карме это говорит о накопленном благочестии о том что человек живет в гуне благости и если мерить рамками этого материального мира то мы действительно будем ценить таких людей но проблема в том что находясь в гуне благости и не стремясь обрести духовное знание служить богу эти люди со временем просто растратят свои хорошие качества почему потому что в материальном мире все деградирует мы знаем время великий разрушитель всех материальных миров 11 глава Бхагавадгиты там очень красиво и ярко описана эта картина как время разрушает все в этом мире и это означает что те качества которыми люди обладают и которыми они может быть сейчас гордятся они со временем истощатся деградируют то есть в материальном мире поддерживать гуну благости очень непросто человек со временем начинает гордиться и стягивается в гуны страсти а потом и невежество и возвращается в круговорот рождения и смерти и какой же путь какой же путь спасения дает нам Шриман Бхагаватам много есть рекомендаций на эту тему но мне хотелось бы закончить тем что говорится опять таки в конце седьмой песни Шриман Бхагаватам это пятнадцатая глава последняя и двадцать пятый стих Раджастамаш Часаттвина Саттвам Чупаша Менача Этатсарвам Гурава Бхагтья Пурушох Янджасад Джаед усиливая влияние гуны благости можно победить страсти невежества то о чем мы сейчас говорили а потом возвысившись до уровня Шудха Саттвы надо избавиться и от привязанности гуны благости все это произойдет само собой если человек с верой служит духовному учителю так можно преодолеть влияние гун материальной природы в комментарии Шила Пракхупата говорит излечив причину болезни можно избавиться от всех связанных с ней болей и прочих телесных страданий точно так же тому кто с верой и правдой служит духовному учителю совсем нетрудно преодолеть влияние саттвагуны раджагуны и тамагуны тут очень хороший комментарий дальше мы не будем его читать но обратите внимание надо обратиться к духовному учителю и с верой ему служить в комментарии Шила Пракхупата говорит верой и правдой служить духовному учителю и переоценить значение этого фактора невозможно в нектаре преданности мы недавно вспоминали его в 6 главе начинаются предписания которые надо выполнить для того чтобы просто приступить к садхана бхакти для того чтобы у нас началось преданное служение мы должны выполнить первые 10 предписаний которые описывает трупа трупа госвами и вслед за ним Шила Пракхупата и первые из них принять прибежище истинного духовного учителя служить ему верой и правдой получить у него наставление следуя его наставлениям идти по стопам предыдущих ачарьев задавать ему вопросы о чистом преданном служении и так далее то есть первые предписания которые делают нашу жизнь действительно садхана бхакти а не религиозной жизнью это служение духовному учителю и для кого-то это будет служение Шилы Пракхупады Пракхупаде пока мы не приняли прибежище у гору искон ныне живущего для кого-то это будет уже служение Шилы Пракхупаде и своему духовному учителю у которого мы приняли посвящение но если мы служим ему с верой и правдой то тогда вот этот океан материального существования который пересечь в одиночку практически невозможно он становится для нас как говорят шастры не больше чем лужица воды которая скопилась в следе от копытца теленка если вы видели маленьких телят у них такие маленькие маленькие копытца и вот представьте себе вот эту вот масенькую лужицу которая в следе от копыт теленка и вот весь материальный океан все это наше материальное существование оно съеживается до размера лужицы в этом копытце в следе от копытца когда у нас есть непоколебимая вера в гору саду и шастры как это развить надо слушать у нас нет ничего другого кроме процесса шраванам киртанам смаранам падасеванам арчинам ванданам досьям атманеведанам сакьям там еще есть атманеведанам 9 методов чистого преданного служения где взять решимость чтобы идти этими путями надо слушать надо слушать гору надо слушать старших надо слушать их с открытым сердцем надо читать книги Шилы Прабхупады тогда у нас появится решимость идти по стопам своего гору служить ему верой и правдой и так преодолеть все неблагоприятные тенденции которые подстерегают нас в кали-югу которые подстерегали людей в два пара-югу в трета-югу даже в сатья-югу были какие-то разбойники история царя Вену рассказывает нам об этом трудности материального существования уходят тогда когда у нас появляется вера благоговение и почтение к процессу бахти к носителям этого процесса бахти и правильное общение которое помогает укрепить все это чего нам всем мы и желаем дорогие преданные если у вас возникли вопросы пожалуйста пишите их в комментариях под этим видео мы обязательно на них ответим спасибо всем большое до новых встреч Харе Кришна всем счастливого дня с Кришной с Кришной